наконец-то мы вышли вот получается наш дом а вот она эта пекарня где дианка покупает с утра хлеб в общем мы направляемся сейчас честно говоря муж мне покажите здесь мусор никуда мусор выносить я ж не знаю и пойдем я мандарин я даже не знаю сегодня кстати понедельник и рыночный день здесь мы сейчас еще вернемся изи потом с дианкой выходим на рынок идем к дашкан пошел в общем идем увидела это мусорник с краю стоял то я какой-то слепенько движняк здесь такой хороший очень много этих кулинарий я не знаю куда мы идем куда меня ведут туда я иду субы суба здесь а здесь субы продаю а урда сына понятно ну короче здесь есть все буквально все под рукой буду показывать пока улицу и сама запоминать парикмахерская парикмахерская и вот она пастаны чок пастаны чокашка а гуны шок машка сары а птт а вот она почта нэрдэ шок нэрдэ маркер ага сейчас посмотрим вот пункт отделения почты недалеко а это что гардин вроде как да гардин и матрасы уголь бакашки бургакин урва кстати да я ж не сказала что у нас эта квартира наша без газа что там тоже печик либо кондюр либо обогреватель пояшком бабки кипек раз ганч да я не знаю забыла как на русском это порода вот там где-то а а ирашка бэна и бумарки пустын шок бим хочу привычные для себя а то какие-то такие знаете местного разлива так вышли видите к перекрестку такому и где-то же здесь арбузики и дыньки есть честно я здесь на народ никогда и не была честно говоря в этой части города ммм как пахнет так все а вон вижу шок шок варашкэм бурда ну как бы далековасто здесь классно видите какой парк сейчас вот там скамеечки можно посидеть понаблюдать и вот шок вот он родной ясно все все понятно бурояшка а саманда а и в этом а точно мы когда ехали на море саманду ехали вот этой дорогой туда в ту сторону где вот это вот этот стоит вот это стелла да 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 это ж кстати я же вам скажу что это ж не антакья это не антакья антакья мы покинули видите пришла уже домой а диана мне говорит а чего ты так быстро а что ты делала без нас диана что бы так быстро я смотрела в общем да вот как я вам показала дорогу буквально через две минуты стояла такое большое здание огромное очень красиво я узану говорю я говорю ашкэм а это что какой то театр он говорит нет кайма клы кайма клы кайма клы по моему так если я не ошибаюсь Tenny iPhone то есть раньше мы жили в антакье а сейчас мы живем не в антакье сейчас мы живем DeFne ну то есть дохатай делится на вот такие вот ильче и вот раньше мы жили в онтакье сейчас живем в Дефне короче пришли мы в Infus понятное дело для тех кто живет в Турции Я хочу сказать, там такое столпотворение, но каждый идет по своим направлениям. Кто-то, как мы, меняет адрес, кто-то получает кимлик, ну и другие, другие, другие. У каждого человека свои причины туда, прихода туда. В общем, мы взяли, вводишь, стоит такой аппарат. Это я рассказываю для тех, кому интересно, кто не знает. Вводишь туда номер кимлика, и тебе вылазит, а, определяешь функцию, которая тебе нужна. То есть мы пришли по смене адреса. Нажимаешь на эту кнопочку, выходит тебе талончик с номером очереди. И стоишь, ждешь свою очередь. Заходишь, там сидят такие дедушки. Мы пошли к своему дедушке, который непосредственно занимается сменой адреса. Вот, и что? И он, слушайте, заходим. Он так на меня посмотрел. Ну, муж в это время уже достал эти кимлики, наши кометы, положил на стол. Он так на меня смотрит, дедушка этот. Хлоп такой, знаете, на кимлике. Смотрит на мужа, знаете, таким вопросительным взглядом. Думаю, боже, что со мной, что со мной не так. Так, ладно, в общем, он ввел там, вводит какие-то наши данные. Программа достаточно долго грузилась. Все. Вводит номера кимликов, адрес. Ну, и все это фиксирует. В общем, мы адрес сменили. Дело 5 минут. Я вам хочу сказать. Вот у нас получилось. Дело 5 минут. Наверное, потому что муж проспал все утро. Вот по этой причине мы так быстро все сделали. Все. Я вот вернулась домой. Муж поехал там переделывать что-то там. Другие документы. Другие документы. Ну и... Дианка, иди сюда. По поводу смены Дианы на школу. Да, Диана будет менять школу. Она почему-то, я честно до сих пор не знаю, почему она хотела этой смены. Почему ей так не нравилось в той школе. Ну, я догадываюсь. Наверное, знаете почему? Просто потому что у нее там так и не нашлись друзья. Поскольку у нее там так и не нашлись друзья, у них класс был очень маленький. В классе было всего лишь сколько, Диана? Шесть девочек? Девочек пять. Пять девочек. В общем, так у нее и не завладилось с друзьями. Я ее понимаю, наверное, поэтому она хотела сменить обстановку, сменить школу для того, чтобы найти своих, ну, своих будущих друзей. В общем, я спросила по поводу школы, я говорю, аж кем, когда мы будем менять Диану на школу? Сейчас, в понедельник, а сегодня у нас какой, Диана? Восемнадцатое? У Дианы начались каникулы, которые будут длиться одну неделю, то есть со следующего понедельника она идет в школу. Касательно Диана смены школы, адрес поменяли, теперь нужно менять школу. Но он сказал, пока учителя не выставят в ЕУКУ, все оценки, то есть не сделают НОТЛАР, он говорит, мы не можем, то есть оценок нет, оценок нет, с чем мы пойдем. То есть мы сейчас ждем, может сегодня... А если, к примеру, не выставить такие предметы, как музыка? Да какая разница? Не, ну Дианусичка, если там какой-то один предмет по музыке, это одно дело, а когда у тебя и физкультура не выставят, и социаль не выставят... Слушай, она провела на поза-поза прошлой недели, здравствуйте, она нужна вам все равно выставить. Че проблемы? Диана, мы сейчас не об этом, не кричи, пожалуйста. Сейчас не об этом, сейчас вопрос заключается в том, что учителя не выставили за контрольные оценки, и мы не можем сейчас дать ход делу. Ну, сегодня понедельник, не будем гнать лошадей, посмотрим вечера в ЕОКОЛ, может быть они сегодня и выставят. Вчера были выходные, турецкие учителя на этом не циклятся, и... Она вообще не циклятся, правила контрольные оценки там какой-нибудь недели, еще даже не выставила. В общем, вот такие вот дела. Кстати, я тебе купила гигиеническую помаду, да посмотри. Да, я... Диана, там, значит, идешь, там есть перекресток, такой красивый, там даже есть небольшой такой, ну, не сквер, не сквер, не парк. Это моя гигиеническая помада? Нет, ну, Дианка, ну там, доставай. О, клубничка! Я зашла в этот, в шок. О, клубничка, в шок, в шок зашла. Покажи, купила такую Дианке, давай, покажи гигиеническую помадку. Клубничка с клубничком. В шоке. Вот такая вот, видите? У Дианы что-то вот здесь вот с губой лопается. И стоит она, Диана, то есть ты мне должна 6 с копейкой. Стоит она почти 7 лир, вы представляете? Гигиеническая помада. Да если ты мне не веришь, у меня есть там чек, пожалуйста. Ну, у нас вот так вот. Попросила ей надо, но у нее есть свои деньги, есть это, поэтому... Когда, естественно, что-то надо купить, я покупаю. Ну, такие, знаете, нужды на ее личные, например, там, помада губная. Ну, вот как в данном случае гигиеническая. То, конечно, она все за свои покупает. Да, Рюзгер? Тебе плохо, друг мой? Ты какой-то грустный. Диана, не сари, Богом молю. Иначе сейчас включу свою бензопилу. Какую? Какую? Дружба. Бензопила-дружба, которая пилит. Дружбу распиливает. Правда. Сейчас включу свой пунктик по чистоте. Нет, ты мне должна... Я же тебе сказала, там у меня в кошельке есть чек. Ладно, 6 лир. Куруша, я тебя прощаю. Прости, мне еще 3. А, обойдешься. Дианка, ну не сари, ну все разбросала. Клубничка! Обыкновенная такая, ведь. Спасибо, ты же знаешь, что я люблю клубничку. Я вот шутер пить не могу, так это клубнику. А я наоборот обжала. Смотри, там была клубничная, банановая и вишневая. Хорошо, что ты купила клубничку. Ну я же знаю, что ты любишь клубнику, поэтому я купила. И, кстати, она последняя там была среди клубничных. В общем, ладно, все мы порешали, все хорошо, все быстро и просто. Отлично. Продолжение следует...